привет меня зовут треха это любовь кальян рок-н-ролл у нас сегодня с вами рубрика наверное данный момент ну нет у нас еще еще одна гастрономическая осталось сегодня мы с вами разберемся в лучших чайных ароматах кальянной движухи прошелся по smoking shop собрал все что мне показалось подходящим но кое-что этом не брал потом объясню почему сегодня мы разберемся какие из этих ароматов точно нужно покупать для того чтобы использовать их миксах а какие ароматы ну можно в целом обойтись и ничего не потерять будем разбирать каждый аромат от каждого производителя отдельно и разбираться надо или нет ближайший у меня под рукой это чабрец от сибиро чабрец в чистом виде вкус очень яркий насыщенный натуральный его мы точно оставляем вот здесь я даже не буду комментировать потому что чабрец в этом плане здесь хорош здесь же рядом с ним у меня элементовский чабрец и бергамот аромат схожий с ним но все-таки это совместный аромат он больше уже готовый поэтому его из этих двух я выберу наверное сибиро потому что здесь у меня бергамот вместе с чабрецом а здесь чабрец отдельно мне интереснее пользоваться отдельными ароматами поэтому из них двух я выбираю себе дальше у меня в руках молочный лун от компании чебака в чем основной прикол чебаки в том что на повышенном жаре вылезает сырье и чайные вкусы усиливаются поэтому молочный лун без комментариев вкус попадающий и в десертную в чайную тематику идет сюда при этом жасмин жасминовый чай в данном случае тоже в руках от компании чебака есть и спектрума есть у альфа кира жасмин жасмин это хорошо жасмин интересно использовать его мы также оставляем точно руках у меня dark supra от дески сенча с жасмином я курил это хорошо я бы наверное даже его оставил потому что несмотря на то что жасмин превалирующий в этом вкусе тем не менее оттенки зеленого спокойно кого-то чая здесь во вкусе есть и мне скорее хочется его оставить чем нет зеленый чай в целом я пользуюсь двумя бёрновским и сати русским под руками был бёрн взял для примера бёрн а в лимонадные тематики в холодно-чайные темы фруктовый чайные green tea я считаю одним из таких ингредиентов которые свое место занял я надеюсь на вашей полке он есть потому что этим интересно пользоваться особенно green tea очень чувствительным к жару он может быть вяжущим он может быть спокойным ненавязчивым поэтому green tea точно остается на примере сибировского спайс чай таких спасите очень много у разных и у монгола есть и у кобра есть и у сибиро есть я не хочу скачать аромат плохой но это просто пряности никакого чая там нет где-то его там почувствовать кто-то масал увидит тому масала ти есть у этого маст хэва это набор специй который в чайную тематику относить не очень хочется бразильский чай вкус который из-за которого я наверное полюбил спектрум уникальный клёвый зеленый чай с лаймом на полке стоит на нон-стопе уходит в полку точно до эрл грей в чистом виде чай с бергамотом нам нужен в любых его проявлениях как его бы производители вы бы не использовали эрл грей в чистом виде точно нужен у меня в руках а в зал на полках в рабочем помещении у меня а в зал сатир и и и и по моему чефир еще северного у меня если мне память не изменить если он не кончился так что эрл грей в чистом виде мы очевидно оставляем лимонный чай танжа green apple tea танжа спорный вопрос он и чаем отдает и лимоном но с другой стороны готовый микс но в тематике крепких кальянов у нас не такой большой выбор и как бы мне хочется его оставить потому что это один из немногих крепких вкусов которые относятся к чайной тематике сюда же еще prince of grey от танжика наверное мы все-таки оставим это зен латте я надеюсь это комментировать не нужно это уникальнейший аромат придуманный технологами smoke angel за что им поклон в ноги потому что это восхитительно я понимаю что все вкусовщины есть куча не любителей и зен латте и в чай матча в целом но это хорошо да сначала цейлоний дели хуки я пять лет без него обходился и обойдусь и сейчас не скажу что это плохо но я не вижу в нем смысла и ds скирать и один из тех вкусов которые у ds а действительно занимают свое почетное место уникальных клёвых ароматов и с недоступностью танжа red tea от дарксайда очень крутой вкус который действительно имеет смысл держать на полочках кисловатый очень крутая чайная основа для миксов уникальный действительно крутой и ds здесь точно забирает местечко себе так получилось что из всего что я набрал то всего три аромата мне показались просто ненужными в этом топе это значит что тематика чайная делается у нас производителями хорошо я лично этому доволен потому что чайная тема набирает популярность людей все больше готовых пробовать что-то новое интересное и опять же в этот топ не попали вот эти вот дарксайдовский гли части персиковые чаи холодные от кучи производителей потому что я не считаю что это чай да это холодный персик но где там чай не понимаю хочется в чайных кальянах большинстве случаев чувствовать основы чая подавать как чай презентовать и курить это как чай они как холодные фрукты ну это мое опять же отношение к этому делу поэтому все вот эти вот остроте все это не интересно интереснее из самих готовых ингредиентов собрать сделать попробовать подобрать под себя большой топчик получился несмотря на это но вы можете посмотреть также и по десертным и по алкогольным темам тоже увидите что наборчик то не маленький если вы работаете в кальяна конечно вам полегче а если вы домашний курильщик и хотите держать разнообразные то рэп ти зен латте эрл и жасмин четыре разных вида чая еще green tea 5 разных видов чая которые вам нужны для того чтобы миксовать здесь уже такие больше ситуативные но хороший действительно хороший для дома 5 основных чаев я вам назвал друзья нас осталось с вами рассмотреть гастрономическую тематику она будет наиболее сложная потому что выбор у нас не такой большой нужно еще подобрать будет ингредиенты в любом случае ваши комментарии по этому ролику пишите сюда чтобы вам хотелось еще видеть нашем канале вам спасибо что смотрите приятно жмите колокольчик и подписочку до следе до встречи в следующих выпусках и как всегда курить кальян и слушать хорошую музыку и любить своих женщин пока удачи